Всем привет! Сейчас самые интересные новости без лишнего трёпа, только по факту и самое главное в этом ролике. Объявлены зарплаты бойцов UFC 262. Дана Уайт реагирует на то, что Фергюсон потерпел третье поражение подряд. Илон Маск отвечает на то, что Бенейл Дарьюш вызвал его вчера вечером. Хамзат Чимаев удивил всех шестиколёсным автомобилем. Приятного просмотра, погнали! Итак, братва, начнём зарплату участников UFC 262. Чарльз Оливейра стал новым чемпионом UFC в лёгком весе, заработав в общей сложности самую большую сумму на турнире. Гонорары главных участников турнира выглядят таким образом. Чарльз Оливейра — 400 тысяч, Тони Фергюсон — 500 тысяч, Майкл Чендлер — 500 тысяч и Бенейл Дарьюш — 200 тысяч. В рамках нового партнёрского соглашения UFC с компанией Венум Оливейра получил ещё 32 тысячи баксов, а Чендлер — 42. Были и другие хорошие новости для нового чемпиона в лёгком весе. После своей красивой победы Оливейра был награждён премиальными в размере 75 тысяч долларов за выступление вечера от президента Дану Уайта. И это всё на пресс-конференции после боя. Оливейра должен поблагодарить бывшего соперника Тони Фергюсона за такую сумму, потому что именно благодаря Тони премиальные выросли в этом турнире на 25 тысяч долларов. Надо сказать, что все суммы примерные, потому что Атлетическая комиссия не предоставляет официальные данные. Суммы основаны на предыдущих гонорарах и выплатах. А если учесть процент от Pay Per View, считается, что Оливейра заработал 875 тысяч долларов. Эта сумма основана только на отчётной информации и поэтому может ещё больше увеличиться. Несмотря на то, что Чендлер проиграл, он всё же провёл очень успешный поединок в финансовом смысле. Его общий доход 842 тысяч баксов. Фергюсон в общей сложности заработал на минувшем турнире 750 тысяч долларов. Маск ответил Бенейлу Дариушу. С чего всё началось? После победы над Фергюсоном Дариуш прямо из октагона во время своей победной речи обратился к Маску. Бенейл в своём интервью сказал, что ждал доставки своей Теслы в течение 6 месяцев, и ему нужна хорошая машина для его семьи. Где машина моей жены, бро? Я жду 6 месяцев, у меня будет ребёнок, и мне нужна хорошая машина. Я должен обезопасить его. Давай, Илон, отдай мне мою тачку. Илон Маск ответил ему в Твиттер. Скоро. Прошу прощения за задержку. Этот парень Дариуш очень хочет свою Теслу. Хамзат Чимаев удивил всех своим шестиколёсным автомобилем. У себя в Инстаграм он разместил вот это фото, а в сторис показал, как справляется с этим монстром. Появились даже шутки, что этим летом Хамзат подъедет к офису UFC на своей тачке, чтобы заняться крупными делами. До сих пор непонятно, новый ли это автомобиль Хамзат, или он взял его покататься. Кто знает, напишите, братва, в комментах. Здесь же от шуток к серьёзным вещам. Ветеран ММА Магомед Хан Гамзат Ханов, известный как Волк Хан, высказал своё мнение о заявлениях Хамзата. Волк Хан считает, что Чимаев должен набраться смелости извиниться перед Хабибом, поставив точку в словесных их перепалках. Я бы Чимаеву посоветовал попросить извинения за его грубое выражение в адрес Хабиба. И на этом всё закончилось бы. Слово ранит глубже, чем кинжал, поэтому надо обладать смелостью, чтобы попросить извинения и на этом закрыть вопрос. Продолжаем, братва. Как вы знаете, Тони Фергюсон потерпел третье поражение подряд. Фергюсон проиграл Бенейлу Дариушу. В феврале Фергюсону исполнилось 37 лет. Он никогда не боролся за чемпионский титул, несмотря на те 12 побед подряд, которые у него были до встречи с Геджи. Геджи одержал победу, потом Оливейра тоже победил. И вот теперь Бенейл Дариуш. Что будет дальше с Тони? Дана Уайт отреагировал на третий подряд поражения Фергюсона вот такими словами. У него были тяжелые три раунда. Он не мог остановить тейкдауны. Он не мог встать из-под Дариуша. И да, у него была тяжелая ночь. Не знаю, посмотрим, что будет. Может быть, это просто время достает нас всех. Может быть, поражение от Геджи так на него повлияло. Я не знаю. Но он чертовски крутой. Ему сделали скручивание пятки, его лодыжка определенно выскочила. Его лодыжка до конца боя была похожа на мяч для гольфа. Может быть, даже на бейсбольный мяч. И он продолжал драться. Этот чувак никогда не сдается. Он крутой. Фергюсон остается любимцем болельщиков. Но его пик карьеры уже явно позади. Это суровая реальность, которая наступила быстрее, чем кто-то мог себе представить. Время достает нас всех, как сказал Уайт. Как вы думаете, братва, это конец для Фергюсона в UFC? Пишите ваше мнение в комментах. Портал SPN раскрывает информацию о гонорарах Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри за предстоящий поединок, который состоится 14 августа в Саудовской Аравии. Как сообщает SPN, организаторы выложат за право проведения ивента 155 миллионов долларов. При этом Фьюри и Джошуа получат одинаковые гонорары по 75 миллионов баксов. По информации SPN, еще 5 миллионов будут потрачены на расходы и андеркарт. А по промокоду Антонов 100 долларов всем новеньким на первую игру. Досматривайте видео и вперед. Фьюри подтвердил информацию с заголовком «Все взоры прикованы к нам к самому большому спортивному событию». Вот что он говорит. «У меня для всех вас есть отличные новости. Я только что разговаривал по телефону с принцем Саудовской Аравии Халидом. Он сказал мне, что этот бой состоится на 100% 14 августа 2021 года, летнее время. Все взоры мира будут прикованы к королевству Саудовской Аравии. И я не могу дождаться, повторю, не могу дождаться, чтобы развить Антони Джошуа на самой большой арене всех времен. Это будут крупнейшие спортивные события, когда-либо украсившие планету Земля. Не пропустите. Увидимся в Саудовской Аравии», – заявил Фьюри. Так что братва Тайсон Фьюри подтвердил, что борется с Антони Джошуа, назвал дату 14 августа. Хорошая инвестиция шейха в 155 миллионов. Пишите, что думаете, друзья, как вам видео. Мои дорогие подписчики, оставляйте ваши комменты под роликом. Мне всегда очень интересно их читать. Всем стараюсь по возможности ответить. Сейчас будут лучшие комменты под вчерашним роликом. А у меня на этом всё. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok